Мы делаем рекламу вашему продукту, вашему заведению, а вы нам взамен, как бартер, даете какую-то вещь. Только громкую связь включи. Да нету громкую связь. Нету? Нет, есть, конечно. Нет, подожди, включи... Нет, сразу громкую. Мы с канала Негодяй ТВ. Вы наверняка слышали. Что смешно в этом, ребят? Привет, дорогие мои подписчики и те, кто еще не являются моими подписчиками. Я Жек Ширяев, Негодяй ТВ. Я начал в апреле эту движуху, у меня было... у меня было 0 подписчиков. Ну, 55, это не считается. Три недели назад у меня было, кажется, 1006 подписчиков. Сейчас... 40 косарей. 549 человек. Я, сука, знаменитость, со мной сейчас сфоткалось 2 человека. Прикиньте, я буду сегодня не один. Ну, где там этот Трайбан-то этот? Трайбан-Роман. Дождались мы, Романыч, Романыч, подтягивайся сюда. Это Трайбан-Роман. Вот скажите честно, как на духу? Нахера мы вот это делаем сейчас с тобой? Ну, вот снимаемся вместе. Чтобы твои подписчики посмотрели на меня, а мои подписчики посмотрели на тебя. Ну, да, короче, такая движуха. Он у меня снимается, я у него коллаборация. У тебя полтинник подписчиков, да? Да. Расскажи, приносит доход Ютуб? Да, да. Чё по чём вообще? Какую рекламу, чью рекламу делали, сколько стоит? Я сделал один раз рекламу X-Bet, но они мне мало заплатили. Сколько? Ну, да чё ты, еб... Давай перепишем это. Нормально. Нормально. Ну. Нет, они честно заплатили 6 тысяч. А ещё, кстати, мы сделали рекламу один раз. Это было. Титиграм. Знаешь, что это такое? Ну, сейчас... Не говори об этом, потому что они же мне не закинули бабок. Чё ты их сейчас рекламируешь? Титиграм, всё. Ну, ты... Я запикиваю их название. Название запикай. Они нормально мне заплатили. Они заплатили мне 15 рублей. Я бездумчиво честно в шоке. За три года ты сделал рекламу, получается, в два раза. Да. Короче, бро, я делаю рекламу. В этом выпуске будет реклама. Или она уже была, может быть, вот она будет сейчас, или вот она уже была, я не знаю. Но я беру по пятнашке её. А реально платят? Да. Платят? А чё, думаешь, я врал? Нет, реально платят? Да. Да, и я сейчас буду увеличивать стоимость, короче. Мы пойдём в галерею, в торговый центр. Пятнашка, сука. Но придя в какое-то заведение, мы можем посотрудничать сейчас. И это будет дешевле. Дешевле или бесплатно? Блядь, конечно, дешевле. То есть это может быть бартер. Например, если мы пойдём в магазин шмоток, они могут нас немножко приодеть. Ну, тысяч на пять. То есть ты всё равно денег не будешь брать за рекламу? А можно бабочек. Они скажут, слушайте, ну нам что-то неохота вас одевать? Или кормить, там, или там дарить вам айфон. Давайте мы вам дадим там тысяч 10-12. Мы такие, ну давай там 12. И это тоже будет выгоднее. А можем за пятёрку договориться. Но это будет прямо сейчас. Здесь. Прямо здесь. Да. Понимаешь? Вот в чём прикол. Давай попробуем. Кстати, реклама работает. Работает? Работает. И она гораздо круче, потому что мы с живыми людьми общаемся. С живыми. Только я буду подходить, или ты тоже? Мы будем вместе с тобой. Давай ты начни, чтобы я посмотрел просто. О-о-о-о. Ты же смотрел мои выпуски. Нет, подожди, это не для эфира. Это всё для эфира. Смотри, он соскакивает. Брат, мы, у нас живое, у нас живой контент. Ну ладно, давай. Ну у тебя же получилось постричься? И поесть. А, и ты поел ещё бесплатно. И поездвиглись, и поели, и тачку я починил. И тачку починил? Да. Ну слушай, мне кажется, сейчас со шмотками проблем не будет. Давай, братух. А если охранники куда идут? Нет, с охранниками тоже, как бы, это друг, отдельный квест. Так, ну давай, пойдём тогда, может, какое дело, где вы находитесь? Смотрите, у нас такая история. У нас есть ютуб-канал, на котором мы каждый выпуск делаем рекламу. Как это происходит? Мы заходим в разные заведения, кафе, автосервисы, парикмахерские. И просим, чтобы нам, вы нам что-то, а мы вам рекламу на нашем канале. У нас достаточно много подписчиков. У нас свой канал называется Нигодяй.ТВ. То есть мы вам, вашему магазину, делаем огромнейшую, огромнейшую рекламу на ютубе. А вы нам какую-то вещь в подарок. А как ваш магазин называется? Наш магазин называется Нигодяй, у нас очень много людей, и кажется, им не нужна реклама на ютубе. То есть у вас, ну, обстоятельства с нашей рекламой, у вас вообще бомбически будет? То есть там толку будут ходить? Если бы это зависело как от меня, я бы не согласилась, потому что толку, это же у нас. Слушай, ну... Понимаешь, что мне всё это дело монтировать? То есть я буду сидеть днём, ночью, дня три я буду сидеть, и твой этот галдёж будет обрезать, вырезать, сделать так, чтобы это было вот... Эта коммуникация будет в 15 секунд, понимаешь? В 15 секунд. То есть это очень долго? И не ешь микрофон, не ешь. Можно подальше, можно подальше. Это очень долго? Оперативность. Я привык снимать по 3-4 дня свой выпуск. Я не знаю, почему вы так быстро снимаете. Кто мне джинс? Ладно, короче, я вам расскажу быстро, в чём наша суть. Мы с канала Негодяй ТВ, вы наверняка слышали. Что смешно об этом, когда... А, только из-за этого посмеялись? Ладно, на, держи. У нас рубрика называется «Здесь и сейчас». Что мы делаем? Мы ходим по разным магазинам. Но это не только магазины, у нас сегодня выпуск, он в магазинах снимается. Мы ходим в автосиево, в парикмахерские, в магазины нижнего белья, в секс-шоп, то есть в разные у нас магазины. Ну, если у вас есть деньги, можете, конечно, деньги. У нас реклама стоит 15 тысяч на нашем канале. 15. А вы нам какую-то футболочку, может, какой-то свитарочек. Ну, это давайте я точно главного позову. Сейчас вам. Самого главного. Нормально, да? Братуха, давайте я скажу, в чём минус. Надо сначала спросить, ребята, вот по этим вопросам кто решал? Извини, я не могу с собой ещё поделать. Да, здравствуйте. Можем с вами пообщаться? Мы делаем рекламу вашему продукту, вашему заведению, а вы нам взамен, как бартер, даёте какую-то вещь. Согласны ли вы пойти на такие условия с нашим каналом Негодяй ТВ? К сожалению, мы не согласны. Почему? Наверное, потому что это делается на уровне офиса, но точно не магазина. Мы не являемся владельцем данной продукции. Мы только её продаём. Поэтому, если вам интересно пообщаться с нашим офисом, пожалуйста. А там уже, как договориться с каналом Негодяй ТВ. Всё, ребят, счастливо. Поехали дальше. Пишут мне ребята на почту yodrop.ru. Говорят, хотим сотрудничать. Захожу на их сайт, вижу вот такую картинку. С кем сотрудничать? Кто такие? Я говорю, ребят, вы сами видели, кто вы такие? Они говорят, мы всё видели, мы скоро откроемся. И красненько информацию про себя они закинули. Прикол, ребята. Кто поймёт, тот поймёт. Потому что я не понял ни хера. Вот давайте проверим, поймёте ли вы, о чём идёт речь. Открываем торговую площадку CSGO, которая обойдёт банк трейда, недавно введённое обновление в Steam, которое всем мешает. Yodrop – это многофункциональная торговая площадка. Агрегатор Steam. Сука, агрегатор Steam. Конечно, каждый день я делаю себе агрегатор Steam. Где вы можете как и купить, так и продать скины, открывать кейсы, выигрывать на ставках, чатиться с друзьями и даже обмениваться вещами CSGO. Моментальный отклик техподдержки, удобная навигация, простой интерфейс. Ещё сильнее усилит ваше удовольствие пребывания на сайте. Кто врубается, вообще о чём я сейчас, что за ахинею я нёс? Дайте мне расклад почётче в комментариях. Вот такое у них есть, когда у них это откроется, мы всё это проверим, чтобы понять, а не фуфло ли нам тут чешут, причесывают. Это стимы, скинхеды, вся эта вот эта фигня. Вот такая рекламка, 15 кусочков у меня в кармане. Спасибо, ребят. Да, ссылки в описании будут вот этого всего, как обычно. Думаете, мне стыдно, что я в этом не шарю как бы? Нет, мне не стыдно, нифига. А мы прорекламируем ваш магазин, ваш бренд, и к вам просто толпы будут идти за колготками, а? Вы отказываетесь? Да, спасибо. Спасибо. Вы даже не спросили, сколько у нас подписчиков. Не спросила, ну не надо, спасибо большое вам. Ты спросил, как вас зовут? Спросил, как вот вас зовут? Надежда. Надежда. Да, да. Культурно нужно общаться с ними. Давай сейчас попробуем с ними. Нет, спасибо большое, не надо. А вы здесь продавец, а просто продавец, да? Можно позвонить, и мы пообщаемся по телефону, и может быть, за носочкой, понимаете? А мы берем 15 тысяч рублей, между прочим. 15 тысяч рублей за минуту. Просто сказав про кого-то, а это мы пришли к вам в гости. Ну ничего, чувствуешь? Чувствуешь, как я... Да. Вы чувствуете, ребята, работает профессионал. Позвоните? Нет, нет. Ну и ладно, спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Здравствуйте, ребят. С кем я могу поговорить? Кто у вас главный здесь? Администраторы, директора? Кто главный? Да. Как вас зовут? Илья. Давайте сюда, на фоне обуви. Смотрите, Илья. Это очень известный блогер. С ним сегодня сфоткалось три человека. Реклама... За 40 минут. Реклама на его канале стоит 15 тысяч рублей. Я бы смеялся, нужно, чтобы тоже звук был его смеялся. Можете еще раз посмеяться? Еще раз. Не хватит. Ты смонтируешь потом. Мы сегодня снимаем передачу здесь и сейчас в магазинах. Что это такое? Мы делаем в вашем магазину рекламу. Толпами пойдут к вам народ. А вы нам за это какую-то вещь. Ну, это надо обсуждать. Так давай позвоним. Давай, давай. Давай. По телефону все это раскладашь. А они там тоже уже решают сами. Скажут нет. Выгоняй их. Выгоняешь нас. О, такие дерзкие вы. И все. Скажешь нам, блин, давай-ка посмотрим, что у них за канал. Оп, ну да. Давай сделаем как-то. Есть номер? Нет, если не хочешь, можешь не звонить. У тебя докопались. Только громкую связь включи. Да нету, громкую связь. Нету? Нет, есть, конечно. Нет, подожди, включи. Нет, сразу громкую. А зачем ты сбрасываешь? Да нет, он просто... Он скремается. Разговор просто может быть такой, знаете. А, давай смотреть. Давай, ты. Выскремайте. Ты начни разг... Ладно, давай тогда. Десятный. Давай, давай. Если тело срастет, то эту прямую по-другому себе возьму. Четко же, Бранд? Да, класс. Четко. Так, ну что говорят? Хочется работать с ними отмечаем. Во время, можем подогнать им кепку какую-нибудь, панамку. Серьезно? Красавчик. Что это за магиас, бро? Что это за магиас? Кто здесь вообще? Называется? Футбокс. Я обожаю этот магазин. Знаешь, что фишка? Ребята, даже не узнали, что у нас за канал, да? Да. Может быть, мы их обманываем. Может быть, все это бутафория. Какого хрена? Какого хрена ты ничего не узнал у нас? Я вижу в Нормандии, ребята же. Я вижу, как вы подошли к делу просто. Обрату, давай посмотрим. Сколько находится? Да ладно. Три тысячи? Как зовут Дирекса? Ты что за панаму взял? А? Назар. Назар зовут Дирекса. Назар многие знают. Назар, мы тебя теперь знаем. Мы раньше к Нодару ходили, а теперь к Назару будем ходить. Я, кстати, скажу по секрету, что вот эти кеды у меня куплены здесь. Кушаем бесплатно, машину ченим. Он подстригся. Он подстригся бесплатно. Где ты стригся? Я хату хочу себе. Дирек, давай, души тебя. Назар, привет. Теперь, смотри, учись. Нужны слова. Четкие. Почему хочу излить душу? Потому что вот оно, ребята. Вот оно общение. Вот она коммуникация. Вот оно. Да хрен с ним с Бартером. Хрен с ним с этой шапкой. Прикол в том, что ребята вот так вот взяли. И вот так вот мы все похихикали, поржали. И нам весело, хорошо. И им тоже будет ништяк. Я уверен. Потому что, как практика показывает, будет, сука, ништяк. Ништяк. Ребятам, которые здесь работают, его и Назару в первую очередь. Монтируя этот прекрасный выпуск, я понимаю, что до хера материалы. И все это надо делать на две серии. Поэтому вторая серия будет скоро. А сейчас я расскажу о победителе клевери и ёб. Им является Бенсклаб. Прикиньте, красавчик ребята. Это те люди, которые первые мне заплатили бабки за рекламу. Эти ребята правильно ответили на вопрос. Поэтому сейчас бесплатная реклама для них. В общем, у них есть канал, у них есть дилеры. Кстати, я не подготовился, но они должны были, по идее, я просил их в прошлом выпуске, чтобы они замутили чётенький видосик какой-нибудь. Поэтому залезайте туда, позверьте, что они сделали, что или нет. Бенсклаб, вы молодцы. Ваши ссылки в описании. Вы победители в клевеле и ёб третье счастье. Вот такая шелупонь. Поэтому подписывайтесь на этот канал, если ни хера не подписались. И там все делайте, как там обычно просят блогеры. Все делайте. Пока. Я заболел просто. Я приболел. У меня насморка. Все, пока.